Сочи отремонтируют дорогу в микрорайоне Донской, о чем еще попросили жители главу города на личном приеме. В Сочи с начала года родилось около 7 тысяч младенцев, почти 300 из них появились на свет недоношенными. Впервые в Сочи Государственный симфонический оркестр Армении выступит в рамках фестиваля бывших республик СССР. Выбить из головы осеннюю хандру решили сочинцы в Международный день студии НТАИ провели первый массовый бой подушками. Улучшение инвестиционного климата региона сегодня обсуждали в Краевой администрации. Губернатор провел рабочее совещание, посвященное этой теме. На встречу были приглашены все те, от кого напрямую зависит, насколько сегодня комфортно бизнесу на Кубани. Руководители правоохранительных, налоговых и судебных ведомств, а также представители ресурсоснабжающих организаций. Многие инвестпроекты не состоялись из-за высокой стоимости подключения к коммуникациям. Вести энерго- и газовые сети для предприятий порой затратно, а где-то лимитов просто не хватает. На совещании было принято решение о создании единого ресурсного центра, который будет заниматься сбором информации по инвестиционным площадкам, а также проверять техусловия и корректировать программы монополий и муниципалитетов. Как достроить проблемные объекты в Крае решали в Краснодаре. На заседании межведомственной комиссии обсудили каждый из 64 жилых комплексов, которые входят в реестр. Совещание провел первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. О том, как организована помощь жителям, которые не могут дождаться своих квартир, отчитывали сотрудники департамента по надзору в строительной сфере. По многим проблемным объектам есть существенные подвижки, однако впереди еще большой пласт работы. Возникают какие-то вопросы различного рода юридического характера, практического, технического и так далее. Но для того, чтобы мы, скажем так, минимизировали риск, у нас должен быть разработан и подписан ответственным руководителем план график, где будет написана фамилия и должность ответственного лица за те или иные действия с документом. Больше всего проблемных адресов в Краевом центре. Один из них – ЖК по улице Покрышкина, недавно введен в эксплуатацию по планам. В конце февраля должны закончить и комплекс «Территория счастья». Празднуют победу 230 дольщиков Черкасского. Для него нашли инвестора. В Краевую администрацию представители ЖК пришли с подарком. Благодарим Венина Ивановича, Кондратьева, Табельского, Сергея Владимировича с тем, что наша ситуация разрешается. Вот это дерево – это росток надежды обманутых дольщиков. Мы хотим, чтобы вы, глядя на него, понимали, что даже самую сложную задачу всегда можно решить. Андрей Алексеенко поручил всем контролирующим службам строго следить за соблюдением графиков достройки домов. Глава Сочи провел очередной прием граждан. Жители Центрального района Алексей Копайгородский принял совместно с прокурором города Игорем Грязновым. В подобном формате встреча с жителями проходила впервые. От жителей микрорайона Донской прозвучала просьба заменить дорожное полотно на улице Тимирязева в районе пересечения с Высокогорной. Помимо дороги, там требуется обустройство уличного освещения и тротуаров. Также нужно нанести разметку и установить дорожные знаки. Этот вопрос был взят на особый контроль и передан на исполнение в районную администрацию. Много обращений к главе Сочи по поводу размещения торговых павильонов и контейнерных площадок, а также изменения вида разрешенного использования земельных участков и подключения к городским электросетям частных домов. Алексей Копайгородский попросил ответственных лиц отнестись к каждой проблеме с особым вниманием и решить все вопросы по закону в максимально короткие сроки. На этой неделе в плане главы курорта Лазаревский район. В четверг сход граждан состоится в микрорайоне Солоняки. Очередной выезд автобуса «Здоровье» состоялся в Адлерском районе. Медики посетили самое отдаленное село района – Аибгу, где провели профилактический осмотр местных жителей. Главная цель профосмотра – выявление заболеваний на ранних стадиях и предотвращение обострения хронических недугов. Автобус «Здоровье» – название условное для выездной акции. Ехать приходится на внедорожниках. По экстремальной горной дороге пройдет далеко не любой транспорт. Но даже такая поездка для сотрудников Адлерской поликлиники – дело привычное. В отдаленных селах района бригада бывает регулярно. Село Аибга расположено в приграничной зоне на высоте 840 метров над уровнем моря. Только в одну сторону путь занимает более двух часов. Но откладывать нельзя. Пока дорога не размыта и не засыпана снегом, нужно успеть. Местные жители ждут. Понимают, что осенний профилактический осмотр гарантирует им спокойную зиму. В составе мобильной бригады работают терапевт, хирург, лор, невролог, а также специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики. Кроме того, всем желающим предлагают сдать экспресс-анализ на уровень глюкозы и холестерина. Сегодня было принято 23 человека. То есть у кого? Ну, человек у трех-четырех было повышение уровня холестерина. Но в одном случае человек лекарства не принимал. То есть ему было назначено, но он принимал его неправильно. И уже были сделаны назначения, даны рекомендации тем, у кого впервые было повышение уровня холестерина. С повышенным уровнем глюкозы сегодня не было никого. То есть все нехорошо обошлось. В Аибге постоянно проживают около 40 человек. Все они занимаются домашним хозяйством. Разводят пчел, выращивают скот. Тем и живут. В город, как сами говорят, спускаются редко. Только за тем, что вырастить или изготовить не могут. С сахаром, солью, крупой, мукой и спичками. Лекарства тоже входят в список самого необходимого. Но в последнее время, говорят, с этим стало проще. Самые важные препараты врачи оставляют в главной сельской аптечке. За нее ответственна Зоя Тобикова. Ее мужа несколько лет назад во время подобного профосмотра Лор направил к онкологу. В результате вовремя сделали операцию. Вот если бы они не приезжали, вовремя бы не кинулись и, может быть, был бы и рак. А благодаря тому, что они приезжают весной и осенью, они берут кровь, они делают УЗИ, они делают давление, меряют, они делают кардиограмму. Все, что возможно, все делается бесплатно. Бесплатно и очень удобно. В считанные минуты можно сдать кровь, пообщаться с профильными специалистами, не сделать УЗИ и ЭКГ. Подобная выездная практика уже показала свою эффективность. Вовремя выявленные патологии помогали предотвращать серьезные заболевания. А в некоторых случаях даже удавалось спасти пациентам жизнь. В одном их сел Адлерского района пациент пришел с жалобами, что со вчерашнего дня чувствует какой-то дискомфорт за грудиной. Провели ЭКГ, вызвали скорую помощь. И с инфарктом пациент был доставлен в нашу четвертую городскую больницу, где ему оказали всю необходимую специализированную помощь. Пациент сейчас чувствует себя замечательно, приходит к нам на профилактические осмотры. Если бы этот пациент в течение суток не попал к врачу, все могло бы закончиться намного печальнее. Он мог бы продолжать дальше заниматься какой-то домашней работой, что-то физическую нагрузку. И, конечно, уже скорая могла бы не успеть. Но именно вовремя выявлено такое состояние и помогло спасти ему жизнь. В следующий раз автобус здоровья приедет в АИБГ уже по весне. В ближайшие месяцы врачи будут консультировать пациентов по телефону. Неприятных сюрпризов не ожидают. Обследование показало, что в целом здоровье жителей села на уровне. Во всяком случае, серьезных обострений не прогнозируется. А зимой это могло бы быть опасно. Сообщение поселка с внешним миром в этот период возможно только с помощью вертолетов. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Лучшие в стране воспитанники Новороссийского казачьего кадетского корпуса встретили переходящее знамя президента России. Торжественное событие посетили председатель Совета при главе государства по делам казачества, губернатор Краснодарского края и атаман Всероссийского казачьего общества. Училище показывает высокий уровень подготовки. Сегодня там занимаются более 200 подростков со всего края. Открытый урок для тех, кто только недавно надел казачью форму, проводят воспитанники старших классов. Для юных казачат они наставники. Пример во всем. Военные выправки, дисциплини и, конечно же, учебе. До выпуска Евгению Горинову и Андрееву Допьянову осталось чуть меньше года. Но они уже точно знают, куда пойдут дальше. С самого детства решили служить родной стране. Я еще с первого класса знал, так как у меня отец военный, офицер. Я знал, кем я хочу быть. Я хочу быть защитником своей родины. Вот когда идешь в форуме по улице, сразу заметно на кого смотрят. Есть чувство гордости, чувство собственного достоинства. Когда ты понимаешь, что ты в ответственности перед людьми, и они гордятся тобой. Евгений Горинов и Андрей Водопьянов – одни из тех, кто ездили в Москву отстаивать честь родного училища. Говорят, было непросто. Более 30 кадетских корпусов со всей страны, несколько этапов и десятки заданий. И вот оно, заслуженное первое место и премия в 3 миллиона рублей. Поздравить Новороссийский казачий кадетский корпус приехали председатели совета при главе государства по делам казачества, губернатор Краснодарского края и атамам Всероссийского казачьего общества. Пожалуй, самый главный момент торжества – передача знамени президента России училищу. Училище принимает эстафету у Ейского кадетского корпуса. Второй год подряд знамя президента России остается на Кубанской земле. Для края это большая ответственность. И очередное доказательство – здесь воспитывают достойную смену предкам – тех, кто продолжит традиции кубанских казаков. Уверен, что это победа, победа всего коллектива кадетского корпуса, победа преподавателей, победа кадетов. Это победа не просто название лучшего, это некие стандарты, ориентиры на дружбу, сотрудничество, взаимодействие, на то, чтобы лучшими практиками, лучшими умениями и навыками выделились с кадетами всей страны. Второй год президентское знамя находится в нашем крае. Второй год оно находится у кубанского казачества. Это для нас и почетно, и ответственно. Я хочу поблагодарить Анатолия Анатольевича Серышева за внимание к нашему краю и, безусловно, Татьяна Юрьевна за решение. Я думаю, это заслуженное решение. А, как сказал Анатолий Анатольевич, молодые, активные ребята, они в жизни докажут, что могут быть победителями не только во время учебы, но и победителями в жизни. Это намного важнее и нужнее, чтобы подтвердить знамя президента. Уже своими делами, своими действиями, своими результатами, жизненными результатами. И край, и страна нуждаются в вас. В стенах Новороссийского казачьего кадетского корпуса растут будущие атаманы. С 7 по 11 класс ребята изучают как школьные предметы, так и военные науки. Весомую часть в расписании занимает и боевые искусства. Очень важная деталь во всем этом – дисциплина. Подъем ровно в 7 утра без всяких поблажек. Многим подросткам такой режим покажется строгим. Но эти ребята выбрали свой путь осознанно. Вы осознанно все пришли учиться в кадетский казачий корпус. Я, насколько знаю, ваша подготовка, ваше обучение спортивное и в целом достаточно высокое. Мы все, кто стоит на этой площади, верим, весь край верит. Ваше успешное будущее и успешное будущее нашего кубанского казачества. Вы молодцы. Вы просто молодцы. И запомните, ребята, что мы, казаки кубанского казачьего войска, ждем вас после окончания этого учебного заведения. Вы нужны нам. Вы нужны нам в казачьих обществах. Вы нужны нам, потому что вы, выйдя из этих стен, уже практически готовые атаманы первичных, районных и отдельских казачьих обществ. И вы точно так, как ваши предки или наши предки, будете верой и правдой служить нашей великой Родине. После торжественной части к почетным гостям проводят экскурсию по кадетскому корпусу. По кабинетам и залам делегацию провожают сами воспитанники училища. Здесь есть и свой зал боевой славы, комната для молитвы, кабинет технологий и пресс-центр. Но какой казак без умения махать шашкой? Кадеты продемонстрируют вам показательное выступление на плацу. Сегодня такие кадетские корпуса – фундамент казачьего образования на Кубани. Однако основы будущим атаманам закладывают еще со школьной скамьи. В общей сложности в казачьих классах и училищах обучаются около ста тысяч человек. Они живут традициями своих прадедов и с чувством восхищения, говорят о Родине. Такая молодежь – это надежда и опора Кубани, уверен губернатор. И сегодня важно сделать так, чтобы она принесла пользу своему краю. «Агатий выпустился, уже здесь работает. Под Хребай, Вадим, тоже самый местный парень, работает уже здесь, получил высшее образование в Москве. Работает здесь, вернулся на Кубани. То есть все с высшим образованием, ребята? Получили высшее образование и вернулся в Край. Из 37 выпускников этого года 35 поступило в высшее учебное заведение, 25 осталось на Кубани. Это здорово. Это здорово, для чего все это и делается. Это кадры, которые могут делать будущие и экономики, и всех своих жизней на своей малой уровне. Вот для этого мы... В Новороссийском казачьем кадетском корпусе обучается более 200 человек из разных районов края. Воспитанники уверены, звание лучших они смогут оказать и в следующем году. В Сочи с начала года родились около 7 тысяч младенцев. Почти 300 из них появились на свет недоношенными, то есть весом меньше полутора килограммов. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в мире ежегодно проходит День белых лепестков. Сочи присоединился к акции уже в пятый раз. Между собой медики маловесных детей называют торопышками. Они появляются гораздо раньше срока и требуют к себе особого внимания и заботы. Это инкубатор, потом открытая реанимационная система. Сначала он один на один только с медиками. Но что в нашем перинатальном центре? У нас мамы очень активно привлекаются к работе с нашими малышами. После родовой палаты подготовлены для совместного проживания мамы и ребенка. С апреля этого года все роды проходят в новом перинатальном центре. В семиэтажном здании с высокотехнологичным медицинским оборудованием и аппаратурой. Действующие программы модернизации оборудования, они через каждые пять лет запускаются заново. Но сегодня перинатальный центр имеет все необходимое современное оснащение. Такое, что в принципе нам очень многие могут позавидовать. Хорошая команда. Мы убедились в этом. Прекрасно укомплектованы. Конечно же, нам еще нужны специалисты. Нам нужны и медсестры. Нам нужны и врачи, и акушеры, и гинекологи, которые будут сопровождать всех наших мамочек, которые поступают в эти стены. Каждый год на курорте рождаются около 30 детей с экстремально низкой массой – менее одного килограмма. По словам специалистов, еще несколько лет назад из 10 таких малышей выживал только один. Сейчас уже 9. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. К новостям вернемся после прогноза погоды. Здорового образа жизни. Об этом заявили адлерские школьники. В районе прошел финал конкурса социальной рекламы и школьных агит-команд. Платье из мусорных пакетов или наряд из упаковочной пленки. Выбрать есть из чего. Все это создано руками школьников. Причем с одной целью – защитить экологию родного края. Ведь многое из того, что жители выбрасывают, могло бы прослужить дольше. Наш костюм говорит о том, что надо перерабатывать бумагу и заботиться об экологии. Мой костюм из газет, ее из бумаги. Это акция «Эко-мода» про то, что очень много в нашем мире вторичных охотов, которые можно перерабатывать и создавать из них замечательные костюмы. Номинация «Эко-мода» подарила миру 24 шедевра. Самая многочисленная коллекция – дело рук команды из 25-й школы. Первое место досталось им заслуженно. Второе – у 49-й школы. Третье – у школы номер 43. «Эко-мода» – лишь одна из номинаций районного конкурса «Мы – поколение ЗОЖ». Что такое здоровый образ жизни, школьники объясняли с помощью рисунков, социальной рекламы и показательных выступлений. Вот лишь один баннер – «Откажись от ГМО, пейте, дети, H2O». Всем понятно – утолять жажду лучше обычной водой, а не литрами модных напитков. Мы призываем молодежь не курить, не пить, а также не употреблять наркотические средства. Сегодня на выставке представлены баннеры, а также можно сзади увидеть мои работы, которые я сделала из вторсырья, для того, чтобы наша природа оставалась чистой. И наш город тоже был очень чистый. Ведь город Сочи – это город-курорт. Я считаю, что здоровый образ жизни – это когда ты не пьешь, не куришь, занимаешься спортом, здорово питаешься. И вообще я считаю, что нужно вести здоровый образ жизни, так как от нас зависит будущее. Я против вредных привычек. Я люблю спортивную аэробику. Надо больше пить воды и вести здоровый образ жизни. В этом году в акции приняли участие все 17 школ Адлерского района. Каждая представила свою агит-команду. Ребята подошли к делу серьезно. Агитировали за здоровый образ жизни не только с помощью лозунгов и юморесок, но и личным примером. Не стоит даже начинать. В этом ничего крутого нет. Потому что это ничего тебе не даст. Ты не станешь круче, сильнее, красивее. Да, возможно, ты там начнешь общаться с какими-то людьми, с которыми ты не общался до этого. Но оно того не стоит. Ты просто губишь свое здоровье сам. Я сам занимаюсь самбо-дзюдо. У меня третий кью. По-моему, это зеленый пояс, да. Не курю, не пью, не употребляю наркотические вещества. И прекрасно живу сам. Вот недавно у нас происходили выборы в школе президента. Я занял первое место и стал президентом школы. Курить не модно, дыши свободно, живи активно, отдыхай позитивно. Эти слоганы – простое руководство к действию. Вести здоровый образ жизни несложно и даже модно. Об этом школьники рассказывают не только своим сверстникам, но и родителям. Чтобы в семьях появились новые и не вредные, а полезные привычки, в рамках акции прошли спортивные состязания с участием пап и мам. Мы за здоровье образ жизни! Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания «ФКТ». В Сочи прошел первый массовый бой подушками. Два, три! Мероприятие приурочили к международному дню студента, который отмечается 17 ноября. Подушки можно было принести на Южный Мол с собой, либо получить бесплатно на месте. Руководить процессом вызвались три известных сочинских блогера «Серго», «Музыка» и «Каха». Бой подушками стал частью фестиваля «Антистресс». Организаторы решили, что именно таким образом молодежи будет легче победить осеннюю хандру и настроиться на грядущую сессию. Впервые в Сочи выступит Государственный симфонический оркестр Армении. Концерт состоится в рамках фестиваля бывших республик СССР. В программе прозвучат самые известные произведения композиторов Армении и России. Концерт для скрипки с оркестром Рама Хачатуряна, отрывки из оперы Петра Чайковского, Евгения Онегина и фрагменты балета Сергея Прокофьева, Ромео и Джулета. Солист Айк Казазян, дирижер Сергей Сымбатян. Концерт пройдет 22 ноября в Парке науки и искусства «Сириус» с начала в 19.30. В Сочи завершился слет народных университетов. Форум активного долголетия проходит в санатории знаний уже в пятый раз. Накануне организаторы отметили благодарственными письмами спикеров, которые за четыре дня просчитали участникам слета более сотни лекций. А закрывал слет в Сочи депутат Госдумы Олег Смолин. От возраста до жития к возрасту счастья. Девиз слета не меняется вот уже пять лет. Слет народных университетов – это всероссийский форум, который посвящен вопросам повышения качества жизни людей старшего поколения. В этом году на форум в Сочи приехали более трех тысяч участников из 70 регионов страны. Изучаем передовой российский и международный опыт. Привлекаем лучших экспертов, обсуждаем самые болевые точки и вместе вырабатываем тот алгоритм решения проблем, который позволит прийти к наилучшему результату в максимально короткий период. Участники слета – это представители народных университетов, общественных организаций, волонтеры и просто активные люди серебряного возраста. Для них более 50 экспертов за четыре дня прочитали и провели более 150 бесплатных лекций и мастер-классов. По итогам слета спикерам вручили благодарственные письма и подарки от санатория знания. Мы видим, какие были представлены практики на первых слетах и какие сейчас. И вот эта динамика изменений, она совершенно однозначно видна. И я думаю, что слет может гордиться как раз этими результатами, оценивая вот эти реальные практики, реальные изменения жизни людей. Представителей старшего поколения нужно не только развлекать, а вовлекать в активную общественную жизнь, говорили на слете. А дополнительное образование в пожилом возрасте продлевает жизнь, уверен депутат Госдумы Олег Смолин. Он закрывал в Сочи слет. Смолин подчеркнул, что важно создать в стране все условия для обучения пенсионеров. Здесь собираются активисты, которые затем в регионах реализуют при грантовой поддержке или без нее различные программы. Поэтому реальную пользу от слета получают не только те, кто сюда приехал, но и еще многие тысячи людей в регионах. Слет завершен, а декада зрелого возраста, в рамках которой и проходил форум, продолжится в Сочи до 23 ноября. А значит, у пенсионеров со всей страны еще есть время на оздоровление и отдых у моря. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи прошла городская выставка-ярмарка учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор». Сочинский институт Российского университета «Дружба народов» представил не только все образовательные возможности университета, но и новые формы взаимодействия с лидерами школьного самоуправления. В Сочинском институте РУДН помимо экономического, юридического и историко-филологического факультетов работает Департамент биомедицинских, экологических и ветеринарных направлений. Востребована и журналистика. Ко всему прочему, студенты отделения среднего профобразования института – постоянные участники конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia. Гостями выставочного стенда РУДН также стали лидеры школьного самоуправления – ученики лицея номер 59 и 49-й школы. Именно за активную позицию ребят и выбрали общественными представителями Сочинского института РУДН по продвижению его стратегических инициатив. Такая практика, инициированная директором института, призвана помочь талантливым школьникам в реализации своих проектов. Мой выбор пал на РУДН, так как изначально, после 9 класса, я хотел уезжать либо в Санкт-Петербург, либо в Москву. Но после того, как я узнаю, что в РУДН я получаю московское образование, и так как я тут проживаю, я решил остаться здесь. Накануне выставки Сочинский институт РУДН провел в школах профориентационные акции. Они продолжатся в течение года уже в рамках подписанных со школами договоров о сотрудничестве. Сегодня подписан договор с гимназией номер 5 Хостинского района. И то направление, которое мы увидели, подготовили в области развития иностранных языков, лингвистических программ, вопросы, связанных с журналистикой. Мы знаем, что именно профессура, которая занимается в столичных вузах, будет с удовольствием работать на площадке Российского университета дружбы народа. На этом профориентационный марафон Сочинского института РУДН не заканчивается. Совсем скоро в институте пройдет день открытых дверей. Абитуриентов и их родителей ждет множество интересных мероприятий и мастер-классов. Актуальный событийный календарь можно также посмотреть на официальном аккаунте Сочинского института РУДН в инстаграме «РУДН.Сочи». Ольга Десятого, Ингагабеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск